Улица 4-я Нагорная. Дома номер 30 здесь быть не должно. Согласно распоряжению мэрии, расселить и снести его должны были до конца января 2018 года. Снести не снесли, но расселили. Правда, намного позже. Только в марте этого года отсюда выехали жильцы. И то не все. Про инвалиды первой группы, 35-летнего Андрея Алдошина, будто и вовсе забыли. Две квартиры остались. Вот наша и вот понизом. Сначала из администрации нам предложили деньги. Деньги очень маленькие, мы не сможем купить себе квартиру. И поэтому администрация подала в суд, что мы не хотим брать денег. И было решение, было все на нашей стороне. В администрацию после суда сразу где-то в середине, где-то в середине или начале марта я дважды приходил с решением суда. Потом я оставил свой телефон. Ну, ответа нет. Мне очень сказали, позвоним. Ответа Андрей Алдошин не дождался и от прокуратуры заводского района. Единственное, что предложили инвалиду – строящийся дом на Новокрекинском проезде. Вот только когда это жилье будет готовым к проживанию – неизвестно. Соседние аварийные дома уже все расселили. И несмотря на то, что где-то еще остались следы жизни, здания разбирают по кирпичикам. Жить здесь стало страшно, делится сосед Андрей Алдошин. «Каждый день проснемся или не проснемся. Все ломается. Тут ходят, кому не лень приходят. Пьяные ходят, я не знаю, наркоманы. Все батареи все поснимали. Я говорю, тут жить уже невозможно. Предлагали деньги – 500 тысяч. Я что могу взять? Я не знаю, как дальше жить. Все ломают, все отключат. Вообще здесь как жить?» Мародеры не дремлют. По словам оставшихся жильцов, выламывают двери в соседних квартирах и выносят все, что можно. Вот, к примеру, грабители вырвали трубу. И теперь здесь хлещет фонтан. «Если пожар, я просто дом деревянный, я не успею просто это выйти, я очень плохо это хожу». Брошенные жильцы опасаются за свою жизнь и хотят, чтобы на их ситуацию власти обратили внимание. «Я, Андрей Атошин, хочу обратиться к губернатору нашему, Роману Басаргину. Может быть, все-таки предоставят инвалиду, я даже не знаю, поменьше, не поменьше, ну какое-то жилье, чтобы мы переехали просто сейчас лето, вот, и все-таки, а не знаю, как мы будем жить дальше. И еще хотел попросить генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова все-таки разобраться вот в нашем непростой ситуации. Может быть, все-таки можно помочь как-то, вот, я даже не знаю, в такой сложившейся ситуации».